Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Только уверенный в себе, спокойный и самодостаточный человек так точно бьёт по шарам. Здесь счёт идёт не на секунды, а на минуты и часы расслабляющей игры на бильярде. Убедитесь сами, приходите в бильярдный клуб «Бест». Мы по-прежнему на Лепсе 4. Заказ стола 58-74-14. Бильярдный клуб «Бест». Командная игра индивидуальностей. Приглашаем в школу бильярда детей и взрослых. Индивидуальные и групповые занятия бильярдным спортом. Культ поход. А вот так, может быть, очень даже неожиданно, но надеюсь, что очень приятно. Культ поход прямо с 11 часов на волне 101.0. Добрый день. Сегодня в студии ведут программу Николай Голиков и Владимир Сметанин. На самом деле, Николай, сколько можно говорить про тротуары, про дороги, про крыши, про действия чиновников? Да ещё в пятницу, Владимир, в пятницу. Да ещё в пятницу, да. Пора начинать уже отдыхать и отходить от этих тем, которые уже оскомину набили. Культ поход. Тем более, что культурная жизнь бьёт ключом. И мероприятий очень-очень много. Хочется вам рассказать. Причём прекрасных мероприятий. Причём пригласить на эти мероприятия. Так что мы сегодня решили сделать ход конём. Культ походу мы подсветим два часа. С 11 и с 12 тоже. У нас будут разные гости. Но первый гость у нас уже в студии. Это Руслан Мамедов, художественный руководитель творческого объединения. Киров концерт, продюсер. Да, здравствуйте, друзья мои. Киров концерт, запятая, продюсер. Рад вас видеть, джентльмены. Рад слышать всех. У микрофона. Слышишь ты пока только нас. Да, да. Ну, я надеюсь, сегодня будет много звонков. Хочу слышать дыхание времени. Я хочу напомнить, что вы можете нас слушать не только на волне 101.0 FM, но и можете зайти на наш сайтах. Там есть аудио-видео трансляция нашего эфира. Вы можете уже видеть, если вы там зашли, что на нашем столе лежат... Очень много бумаг и три красивые книги. Призы, призы. У нас билеты там за окном у редактора. А у Руслана в руках, смотри, какие красивые пригласистики. Да, билетики. Три книжки у нас здесь лежат. У нас сегодня много, на самом деле, призов. Мы чуть позже озвучим и пригласим вас к участию. Мы заготовили вопросы, как обычно. Будут вопросы, вы будете на них отвечать. И тот, кто ответит правильно, выберет тот приз, который захочет. Это пригласительные билеты, как уже Владимир сказал, книги. Ну, все, что связано с культурой. Итак, давайте начнем. Все-таки у нас первая тема. И Руслан нас будет приглашать, зазывать на мероприятие, которое состоится в ДК Родина 26 марта. Это послезавтра, в воскресенье. Что это, Руслан? Да, спасибо, что вы пригласили. Удивительно, конечно, в последний раз я посещал эту студию, когда еще была тут очаровательная особа света. Но... Какая из них жизнь... Здесь две было очаровательных света. Это помните, как фразу «У кого нога?» У того, у кого надо нога. Та, которая... Да, та, которая... Вот, а теперь с вами мы на троих видео «Мужской разговор». 26 марта, в канун Дня театра, друзья, будет премьера в городе Кирове. Она называется «История Рудольфа Нуреева. Прыжок в свободу». Представят нам ее замечательные деятели Санкт-Петербургского балета, Сергей Янковский, его театр и солисты Мариинского и Михайловского балета. Это история о великом нашем соотечественнике, который в 61-м году остался в аэропорту Шарль де Голь. Помните, тут такую драматичную и даже полную каких-то детективных таких пируэтов историю. И о его последнем дне, фактически, это будет очень интересный спектакль, премьера. И вообще все происходит в конце марта под эгидой, наверное, слов Виссариона Григорьевича Белинского. Помните, как он говорил, любите ли вы театр, любите ли вы театр, как люблю его я. Поэтому милости просим всех на спектакли. Я хочу уточнить, что Сергей Янковский, исполнитель главной роли в этом спектакле, будет с нами чуть позже на связи. Ребята уже приехали, да? Артисты уже приехали? Нет, артисты сейчас находятся в разных местах. Кто-то к нам едет из Санкт-Петербурга, Сергей прилетит из Москвы. Но они соберутся все в воскресенье. Но сейчас идут у них спектакли в России, потому что дело в том, что Сергей живет в Греции со своей семьей, с двумя детьми, с супругой Анечкой. Поэтому они выезжают только в города-миллионники. И то, что они появились у нас в городе Кирове, конечно, это большая-большая удача. Этот спектакль, он уже где-то показывался? Да, этот спектакль показывался до нас уже в Уфе, в Екатеринбурге, конечно же, в Санкт-Петербурге, конечно же, в Москве, за рубежом, в Риге, в Таллине очень пользуются большой популярностью. Дело в том, что есть две версии спектакля. Вот наша будет версия показана до того момента, когда по легенде, потому что сам Сергей говорит о том, что это, в общем-то, легенда уже, вы знаете, вообще вот история там не возвращенцев, а особенно таких гениальных, она же потом обрастает билетристикой. Николай знает это как писатель, как поэт. И говорят о том, что когда он оставался вот в этом аэропорту, и оставалось буквально вот несколько секунд до его принятия решения, либо он уезжает в Москву, либо он что-то предпринимает, и он сделал, говорят, такой классический прыжок, и прямо в балетном прыжке он перепрыгнул через турникет и остался вот за рубежом в Париже. Вот, и это называется прыжок в свободу. Вот именно до этого момента будет показано действие 26 числа. Но вообще... Это в кировском варианте в нашем. Да, это называется вот прыжок в свободу. А еще прыжок в свободу, часть вторая, полная версия. И с этой полной версией Сергей Янковский уже посетил те города, в которых он уже стал добрым другом, полюбился публике. У нас это лишь только премьера, и мне хочется надеяться, что вятская публика, кировская публика узнает об этом феноменальном деятеле культуры, достаточно молодом нашем соотечественнике. И, может быть, когда-нибудь он приедет и со второй частью этого спектакля, а, может быть, еще и со своими другими спектаклями. Достаточно сказать о том, что у него есть еще очень любопытная постановка под названием «Безумная жизнь Сальвадора Дали». Ну, название уже в одном и говорим. То есть вы представляете, к каким персонажам обращается молодой художник Сергей Янковский? А сколько Сергею лет, кстати? Сергею буквально 40 лет. Вот хотелось бы, чтобы вы о нем тоже поподробнее рассказали, потому что когда мы с ним будем по телефону связываться, ну, как-то вот спрашивать, расскажите нам немножко о себе, ну, как-то вот не слишком некорректно. Расскажите нам про Сергея. Ну, вы знаете, это удивительно, на самом деле, человек, и его вообще жизнь покрыта тоже некими, так сказать, домыслами, тайнами. Так и должно быть. То есть отчасти, ну, если бы сегодня, допустим, он жил бы, допустим, при Советском Союзе, может быть, тоже бы его назвали невозвращенцем, правильно? То есть сегодня другой мир, конечно, каждый может себе выбирать, где жить. Он живет в Греции. А такие его персонажи, которых он, в общем-то, боготворит и почитает, как Жорж Баланчин, Вацлав Нежинский, тот же здравствующий ныне Михаил Барышников и Сергей Янковский, все вышли из колыбели русского балета из Санкт-Петербурга, конечно. Из Санкт-Петербурга это Михайловский, Мариинский театр, театр Кирова, раньше он так назывался, и вообще хочу вам сказать, что театральные традиции Санкт-Петербурга, знаменитое училище сегодня, это Академия Вагановой, они воспитали целую плеяду, так сказать, удивительных совершенно танцовщиков. Кстати, я могу немножко, Владимир, чуть-чуть в сторону уйти от вашего прямого вопроса. Ну, только недалеко. Недалеко, просите меня, пожалуйста. Я хочу контекстно достаточно поговорить. Вы знаете, вчера в программе «Вечерний орган» была очаровательная Светлана Захарова, тоже прима-балерина. А в эти дни на кинематографе выходит фильм Сергея Безрукова. Сергей Безруков называется «После меня», где он играет вымышленного персонажа, тоже в балетного артиста Алексея Темникова. Но, как выражается сам Сергей Витальевич, о том, когда он работал над этой ролью, все-таки он представлял себе Михаила Барышникова. И когда мы поговорили с Сергеем вчера по телефону вообще об этом фильме, то Сергей нам открыл вот такую историю, что, во-первых, знаменитый спектакль Безрукова «Хулиган», который неоднократно показывал, в том числе и в Кирове, автором, постановщиком и хореографом выступал Сергей Янковский. И когда они подружились со своим тезкой Сергеем Безруковым, у них родилась идея сделать что-то совместное, поскольку сам Янковский, будучи артистом, будучи балетным человеком, будучи драматическим актером и очень пластичным человеком, увидев в Сергея Безрукове, а кто является поклонником, знает, что это очень многообразный талант, в том числе еще и пластику, он сказал, Сережа, ну давай мы с тобой сделаем какой-нибудь спектакль, посвященный, например, двум гениям современного балета, Нурееву и Барышникову. На что в то время Сергей Витальевич Безруков как-то отошел от ответа. Но, как мне сказал Сергей Янковский, скорее всего, у него это зерно было заложено. И вот сегодня этот фильм, на мой взгляд... В широкий прокат выходит? В широкий, он уже идет. И завтра ваш покорный слуга туда сходит, напишет рецензию, безусловно. И так получается, что именно в эти дни, в преддверии Дня театра 2017 года, как-то все крутится вокруг балета. Хотя, честно говоря, по сей день в России, наверное, у нас мы конвертируем только две вещи, как всегда, балет и ракеты. Но ваш покорный слуга все-таки за балет. Я, кстати, хочу еще, Николай, попросить добавить красок. Рудольф Хаметович ушел из жизни в 1993 году. Вот здесь у нас, в Кирове, вы же были активным, так сказать, участником культурной тусовки. Вот как обсуждалась эта личность? Она вообще обсуждалась именно в нашем городе? Она, безусловно, обсуждалась в течение всей моей жизни, потому что, начиная с 1961 года, о котором уже Руслан сказал, вот эти фигуры такие, как Нуреев, Барышников. Это были люди, о которых очень много говорили, потому что все очень внимательно следили за их судьбой. Это ведь не только представители балета, представители литературы, представители кинематографа, которые уезжали. Уезжали-то на самом деле, уезжали лучшие. А вот эти уезды, отъезды, я в свою очередь хочу сказать, как более молодой человек, они действительно были резонансными? Они были очень резонансными, потому что информации об этом было мало, информация была просто о том, что там лишен гражданства, например. Официально-то пропаганда, все это как... Негативность, негативность, все это, да? Конечно, негативность, исключительно негативность. Змейники, предатели. Да, конечно, только так. Вы знаете... Но вот именно в сфере интеллигентной, интеллигентская, люди как бы прекрасно понимали, о ком идет речь, что это за величины, да? И сопоставить там, условно говоря, талант Парышникова и измену Родине, это просто невозможно. Им тоже хотелось бы совершить прыжок в свободу. Видите, на Западе они все воплотились, в общем-то, как художники. Они реализовались. Они не могли бы этого сделать здесь. И говорят о том, что популярность, например, Рудольфа Нуреева можно было сравнить с популярностью Битлз. В свое время вот так говорят. Нам пора сделать небольшую паузу, да? И мы будем уже связываться по телефону с исполнителем главной роли в спектакле Рудольфа Нуреева. «Прыжок в свободу. История Рудольфа Нуреева». Давайте буквально полминуты и продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. 26 марта в ДК «Родина» состоится спектакль «Прыжок в свободу. История Рудольфа Нуреева». Мы как раз-таки приглашаем вас на это мероприятие. У нас в студии Руслан Мамедов, художественный руководитель творческого объединения «Кировконцерт». Продюсер. Сейчас у нас на связи будет Сергей Инковский, исполнитель главной роли в этой постановке. Но мы как порядочные люди должны раскрыть карты. Что мы сегодня разыгрываем? 211-101. Напоминаю номер нашего телефона. Будем задавать вопросы. Сергей как раз-таки будет задавать первый вопрос. Ну а получить вы можете сегодня следующие призы. Ну, во-первых, это, конечно же, два билета на спектакль «Прыжок в свободу. История Рудольфа Нуреева». Это просто понятно. Мы должны это были сделать. Два билета. Господа, это «Портер». На секундочку. Пятый ряд. Самые элитные места. Так, мы сразу будем? То есть сразу два билета отдадим или один билет будем? Отдадим два. Два сразу отдадим. Один – это, господа, не Камильфо. Это не Камильфо, да, совершенно. Нужно плечо иметь рядышком. Итак, билеты, да, на эту постановку. Во-вторых, мы сегодня разыгрываем билет на двоих на концерт Томми Эммануэля, австралийского гитариста-виртуоза. Стоится концерт 5 апреля в «Филармонии». И чуть позже, если будет время, мы про Томми Эммануэля поподробнее расскажем. У нас есть прекрасные пригласительные билеты в наш изумительный драматический театр. 24 марта свободная пара 18.30 и 25 марта ханума в 17.00. Это просто нельзя пропустить. Также мы сегодня будем разыгрывать билеты в театр на Спасской. А вот какие именно, мы узнаем во втором части. В принципе, выиграть их можно уже в первом. Это такая лотерея в темную. Да, а дело в том, что мы, кстати, будем про Международный день театра говорить во втором части с Владимиром Грибановым. Надеюсь, встретимся здесь. Пригласительные билеты в Киномакс на две персоны на любой фильм и сеанс. Ну и куда же, конечно, без книжек от магазина «Читай город». Давайте расскажем, да, что у нас в книге. Ну это, во-первых, книга «Кати Пиццы. Город не принимает». Это противоречивая, увлекательная, нелицеприятная, жесткая и возвышенная книга о юношеском становлении, любви, поиске смысла жизни, яростной борьбы за существование и за то, чтобы остаться самим собой. Очень красивая книга. Да, книжка еще одного автора есть. Зовут его Сэм Кин. Называется издание «Дуэль». Я так пытаюсь показать. Правильно показывали? «Дуэль нейрохирургов». О чем книжка? О том, как открывали тайны мозга и почему смерть одного короля смогла перевернуть науку. Увлекательный путеводитель по нейропсихологии и нейрофизиологии с множеством невероятных историй. Просто фантастика. Ну и, безусловно, книга Захара Прилепина, это очень чтимый писатель сейчас в России, называется «Лимонка в войну». Это документальное повествование от очевидцев, участников или миротворцев военных конфликтов в Сербии, Ираке, Абхазии, Чечне и на Украине. Эти и другие книги вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская, 65, это торговый центр «Театро» или «Ленина, 103», это торговый центр «Хрым». Крым! Крым! Ну и большое спасибо художественному музею имени Воснецовых, лично директору учреждения Татьяне Сергеевне Мазур за предоставленные тоже призы. Во-первых, это выставка в стране березового сица, один билет на одного человека. Еще одна выставка «Салтыкиада. История одной книги». Тут вот уже два билета мы можем разыграть. И еще одна выставка в Вятском художественном музее под названием «Дыхание современности». Если хотите, если правильно ответить на вопрос, можете выбрать как раз билеты на это мероприятие. Ну и еще одна выставка, которая открылась буквально в среду. Это выставка живописи «Краски Средиземноморья». Это галерея «Прогресса». Очень красивая, такая импрессионистическая живопись, очень радостная и светлая. Тоже можно получить пригласительный билет. Вот таковы наши признаки. У нас редактор Анна пишет о том, что пытается сейчас связаться с Сергеем Янковским. Пока связывается. Давайте все-таки продолжим. Руслан, хотелось бы узнать вообще, по вашим оценкам, по вашим наблюдениям, любителей балета в нашем городе много? И что это за публика? Спасибо вам, Владимир, за вопрос. На самом деле, это вопрос очень правильный. У нас любителей очень много, особенно тех людей, которые себя таковыми считают. И традиционно, конечно, люди приходят на такие балеты, как «Щелкунчик», как «Лебединое озеро», как «Спящая красавица». Но хочу вам сказать о том, что в постановке, о которой мы говорим сегодня, там будут как раз, между прочим, и отрывки из этих спектаклей. Будет из «Корсара», из «Пламя» в Париже. Там будет музыка Стравинского, будет музыка Чайковского и авторская музыка Сергея Янковского. Да что я говорю об этом? Наверное, он сам расскажет. Сергей сам сейчас нам расскажет, да. Связаться удалось, наконец. Давайте поприветствуем Сергея Янковского. Сергей, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Очень рад приветствовать вас. Слушаю ваш эфир. Сергей, здесь Руслан. Приветствую, Сережа. Руслан, да-да-да. Здравствуйте. Добрый день. Где вы сейчас находитесь? В Москве, нахожусь. Всего тысячи километров осталось. Готовитесь уже к выезду, соответственно, да? Да, конечно, да. Мы уже на чемоданах. Как настрой перед вот этой премьерой? Какие эмоции будете доносить до нашего кировского зрителя? Да, настрой у нас всегда боевой. Мы работаем вне зависимости от того, куда мы едем и где, на полную катушку. И поэтому в Кирове будет жарко, так сказать. Вот сама работа над этим спектаклем. Что она вам дала в таком творческом смысле? Насколько тяжело было входить в эту роль? Очень много дала. Прежде всего, конечно, когда мы работали, мы обратились к первоисточникам. И много общались с людьми, которые знали и работали с этой великой личностью. Это такие, как Олег Михайлович Виноградов. Его однокурсник, а позже уже руководитель Мариинского театра. И человек, который привез его в 89-м году в Мариинский театр и сделал гастроли. Ему Алла Ахипенко, Владимир Рен, который его друг Франции. И попадание в эту интересную группу людей, прикосновение к истории. Это, конечно, дорогого стоит. Это на всю жизнь впечатление и от людей, и от этой информации, и от этой истории, которую мы получили. И воплотили ее в театре. А в плане профессии, конечно, это соединение пластического театра и драматического театра. Соединение юмора и трагедии в одном. Потому что спектакль может кому-то показаться трагичным, тяжелым или каким-то еще. Но я вам скажу, что спектакль, несмотря на свою тему, очень легко воспринимается. И там много юмора, потому что Нуреев очень любил юмор и любил пошутить. И именно с этой стороны он показан, показана его личность многогранная. А насколько трудоемок для вас этот спектакль в физическом, в моральном, эмоциональном смысле? Ну, очень трудоемок. Если два спектакля подряд стоят день за днем, то я уже потом лежу, отлежу. Ну, как потом восстанавливаетесь обычно? Это какая-то особая методика или, в общем-то... Ну, да нет, конечно. Но я занимаюсь йогой, я занимаюсь физическими упражнениями, как ни странно. То есть вот физическими небольшими нагрузками, ну и прогулками ты можешь восстановиться, конечно. То есть ты постоянно должен быть... Как спортсмен, ты постоянно должен быть в форме. Сергей, у нас время эфира бежит, и наши слушатели, безусловно, ждут вопроса. И первый вопрос сегодня у нас в культпоходе прозвучит от вас. Мы подготовились, мы знаем правильный ответ, но хотим, чтобы правильный ответ этот дали наши слушатели. Итак, вопрос от вас. Задавайте. Вопрос такой. Балетные танцовщики приходят в балет очень рано. А вот Рудольф Нуреев пришел очень поздно, просто крайне поздно. В таком возрасте уже не приходят в балет, например, современный. Так вот, мой вопрос. В каком возрасте Рудольф Нуреев начал заниматься балетом? То есть пришел в балетную школу, да? Сколько лет было Рудольфу Нурееву, когда он начал заниматься балетом? Вот такой вопрос от Сергея Янковского. Сейчас мы попрощаемся с ним. Ну, конечно же, Сергей, добро пожаловать в наш город уже послезавтра. Удачного выступления, оваций, аплодисментов, хороших эмоций. Сергей, но мы вас ждем. Публика, как говорится, жаждет с вами встречи. Мы делаем все для этого. Надеюсь, вы увидите. Мы ответственно очень подходим. И все здесь поддерживают просвещенная публика. Поэтому, Сережа, буду рад встретить в аэропорту в воскресенье. Не забывайте, что это будет первое знакомство. Спасибо за этот эфир. Удачи и до встречи. До встречи. Спасибо, спасибо, да. Ну, и теперь ждем за вопрос. Сколько лет было Рудольфу Нурееву, когда он стал, можно сказать, профессионально заниматься балетом? То есть не дома танцевать перед бабушкой? Слишком поздно, да, сказал Сергей. Ну, не слишком поздно, но... Ну, вообще, артист ушел от нас 54 года. Да. И понятно, что он ушел от чумы 20 века. И вообще его вся история драматична, неоднозначно, как у многих великих людей. И, конечно, многие, скажем так, догматы несколько оценивают его, будем так говорить, и физиологические пристрастия, и ориентацию. Но я думаю, что на сегодняшний день мы не можем говорить с такой невежественной точки зрения о подобном явлении вообще в мировой культуре, как Рудольф Нуреев. Да мне кажется, Руслан, уже эта тема ушла, слава богу. Ну, я встречался, но я скажу, что это невозможно пошлое. Есть такие ортодоксы, конечно. И от этого никуда не деться, они есть везде, но давайте об этом... Я вам хочу сказать, что наша задача, ваше средство массовой информации и вот наши, деятели культуры, все-таки людей просвещать, и людей каким-то образом сегодня, вот в такие смутные времена, как-то подтягивать на уровень все-таки такого великого искусства, просвещения и разума. Итак, у нас есть вариант ответа на вопрос от нашего гостя. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте, я Валентина. Валентина. Итак, ваш вариант. Я вот помню, я же много слушала всегда о Нурееве, мне кажется, 16-17 лет, где-то так. А вы не занимались сами ни балетом, ни хореографией? Нет, но очень люблю. Да я вообще канал культуры не увлечаю, это мой как бы это спутник жизни. А вы кировчанка сами, вы кировчанка? Нет, я вообще-то не кировчанка, но давно уже в Кирове живу. А откуда вы сами родом? Из Челябинской области я. Я по направлению после этого учебного заведения сюда приехала. То есть вы тоже как-то следили в свое время? Николай Голиков, он как у нас самый старший человек, говорил о том, что это достаточно просвещенная публика, она как бы знала об этом феномене. Да, конечно. А как не знали? Вы все следили за этим. Еще как. А вы какую-нибудь рекламу, кроме сегодняшней программы, слышали о том, что такой спектакль будет в городе Кирове? Ну как, вот по... Нет, я давно это слушаю, я знаю, что два пустого будет. Давно это знаю, что этот спектакль будет. И не хотели приобрести билеты? Очень бы хотелось попасть. Хотелось бы попасть. Да. Ваш ответ правильный. Да, вы попадаете на этот спектакль. Если, конечно, вы хотите попасть на этот спектакль, то сейчас эти билеты... А как вас зовут, скажите, пожалуйста? Валентина. Меня зовут Валентина. Ну вот, Владимир, говорите. Валентина, на спектакль, да, пойдете? Вот именно на этот. Да, пойду. Отлично. Два билета ваши. В воскресенье 26 марта. Между прочим, ряд... Благодарю, но это просто счастье. Спасибо вам большое. Хочу вам сказать, что это ряд, на котором будут сидеть практически представители нашего кировского правительства. Я хочу вам сказать, что я очень рад, что у нас люди просвещенные, кстати, тоже из Петербурга, наш в Рио. И вот он будет, и вы можете его даже увидеть, можете ему пожать руку и увидите. Ну и вообще привет Санкт-Петербургу. У меня там два дяди в свое время жили, а Ленинград хорошо знаю. Ну, это вообще традиция. Киров и Ленинград, и Вятка, и Санкт-Петербург. Нет, нет, я туда ездила, когда я сижу, а в Челябинской области. Ну вот и прикоснетесь к искусству Санкт-Петербурга, к мировому балету, правда, Валентина? Конечно. Да, вообще я счастлива, я даже вообще у меня волосы не буду поднимать. Ну вот видите, вот такой приятный момент. Вам спасибо, что вы позвонили, и спасибо за то, что вы следите за культурной жизнью. Кстати, Руслан, а у артистов балета принято, автографы давать тоже, да? Это у всех артистов распространено? Честно говоря, я вот как-то об этом даже и не думал. Но я думаю, что Сергей, как вы поняли, настолько контактный, милый и добрый человек. То есть если будет желание у зрителей? Я думаю, что да, мы поговорим, потому что Сергей улетит на следующий день, и я думаю, что может быть даже и вечер как-то мы вместе проведем. Вы знаете, я вам хочу сказать вот о таком эффекте, Николай, мы с тобой как старые друзья. Вчера мне позвонили наши коллеги по цеху, промоутеры кировские, да? Ну, мы иногда останемся конкурентами и предложили свою помощь, помощь, ребят, в следующих спектаклях Сергея Янковского. Поэтому для нас очень важно было сегодня вот этот спектакль провести, посмотреть, как это все пройдет. И дай бог, что в будущем мы увидим и полную версию, вторую часть уже «Жизнь Рудольфа Нурева на Западе». И познакомимся с творчеством в спектакле «Удивительная жизнь Сальвадора Дали». И вообще познакомимся сегодня вот с этим удивительным человеком Сергеем Янковским, его театром и искусством, современным искусством Санкт-Петербурга. Так, точку мы пока не ставим, у нас еще будет какой-то поход продолжаться. Это не моя прерогатива, господи. После небольшой рекламы. Реклама сейчас у нас, да. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ-поход. Продолжается, продолжается. Напомню, что сегодня мы стартовали в 11, в 12 продолжим. Продолжаем общаться с Русланом Мамедовым, художественным руководителем. Ребята, как чудно у вас, как чудно. В общении объединения Киров-концерт, да. Пообщались недавно мы с Сергеем Янковским, исполнителем главной роли спектакля «Прыжок в свободу. История Рудольфа Нурева». Спектакль состоится послезавтра в ДК «Родина». Во сколько, кстати, начало? В 17.00. В 17.00. Билеты есть еще? В 17.00. Билеты еще есть, но уже очень много было коллективных заявок, в том числе от тех, кто занимается хореографией в нашем городе. А, кстати, да, это же есть определенный момент, чтобы посмотреть. У нас театр балета очень неплохой. Мы, кстати, как-то общались в рамках культпохода. К сожалению, театр балета, с которым мы дружим давным-давно, Валентина Карепанова и там Наташа, моя однокашница по филфаку, сегодня руководит. Они вот буквально 26 числа уезжают целым, как у нас говорят, кагалом 70 человек на очередной какой-то конкурс. Ну, такое бывает. Но хочу о вас посмешить уж, коль скоро мы во время рекламы так мило с вами беседовали. Я хочу поделиться со всеми радиослушателями о том, что здесь чудесная атмосфера. Культурная, веселая, прекрасная, пятничная. Я хочу, чтобы они слышали не только какие-то наши, так сказать, политинформацию об культурный час, а еще и мы передали свои эмоции. У нас и не без курьезов обошлось. Звоню, значит, одной девушке, которая является последние 15 лет на небосклоне нашей вятской хореографии, скажем так, и культуры. В общем, значимым человеком. У нее там своя школа, какие-то даже выступления. Говорю, вы знаете, нужно сходить на этот спектакль. И что-то вдруг в разговоре мне подсказало, я задаю вопрос, а вы знаете, кто такой Рудольф Нуреев? Каков был ваш ответ, как его ответ думаете? Ну, я так понял, если бы это был не курьез. Нет, слово нет, это банально. Это сразу банально. Не нет было. Как вы думаете? Ну, то есть, возможно, она из какой-то другой сферы. Нет, человек конкретно сценический, хореографический. Она просто шедеврально, на мой взгляд, ответила. Окей, загуглю. Так что, слава богу, есть интернет. Человек, понимаете, благодаря моему звонку, человек, наверное, как-то начнет вот эту историю изучать. То есть, уже не зря мы привезем, понимаете, этот балет в наш город Киров. Давайте играть продолжается. Да, продолжать играть. Вы тоже имеете все возможности, наши слушатели, окей, загуглить, потому что на любой наш вопрос никто вам не запрещает пользоваться всеми теми гаджетами, которые есть в вашем. Я хочу сказать, когда Владимир Сметанин перечислял сегодня мероприятие конца марта, начало апреля, в котором и Томи Эммануэль, и Мистер Эйкс, и еще, если посмотреть афишу, едет филармонический королевский оркестр Венской оперы. Вы представляете, что наш город сегодня собой являет для человека, жаждущего культуры? Это полная палитра жанров. Полная палитра жанров. Поэтому еще раз камень в огород тех, кто считает наш город какой-то промозглой провинцией или город, которого обходят какие-то культурные веяния. Ничего подобного. Мне хочется верить, что мы и вы, и я, ваш покорный слуга, какую-то толику небольшую вносим все-таки в то, чтобы наш город был современный, продвинутый культурный город. Николай, волчок показывает на вас наш виртуальный. Ага. Ну я же, сами знаете, от балета «Человек далекий», у меня все вопросы только про рок-н-ролл, поэтому я попрошу включить небольшую... Кстати, рок-н-ролл и балет, ведь они как-то где-то соприкасаются. Безусловно, даже есть балеты рок-н-ролльные. Попрошу маленький кусочек такой скромной композиции включить. Танцуют все. Какая прелесть. Я тут недавно ходил на трибют, между прочим, одной группы популярной. Был бы хайер, я бы им потрес. Я думаю, что вы знали характерное звучание группы «Металлика», специфический голос, конечно, Джеймса Хэтфилда, но речь пойдет сегодня не об этой группе. Дело в том, что песня, которая звучит, она называется «Юри Легатми», и она была написана задолго до того, как «Металлика» вообще только начала играть. Написала я группа «Кингс», одна из моих любимых британских групп 60-х годов, и одна из самых английских британских групп, которая вот так вот потихоньку в разных своих песенках, в принципе, предсказала появление половины жанров, которые сейчас стоят, в том числе и хэви-металла. Песенка называлась «Юри Легатми», она вышла в 64-м году. Даже дело не в том, что она вышла в 64-м году, дело в том, что в те годы эти парни играть толком на гитарах не умели. Мыслей-то у них было много, играть-то они не могли. То есть там в клубах все хорошо качало, девчонки любили. Они постепенно научились, мы к этому перейдем в моем втором вопросе. Поэтому на записи приглашали профессиональных музыкантов, сессионных. И так получилось, что вот эта вот песенка с таким крутым двухакордным рифом, и придумали-то, оказалось, и даже не они. Пришел сессиончик, сел, начал гитарку настраивать, там свой фуз включил, там фуз уже был. И получилась вот такая вот фигетень, которая, собственно, принесла им славу, и до сих пор исполняется очень многое. Там количество римейков просто невообразимое, там перепевок и прочих вещей. И вопрос у меня такой, да кто ж это был сессионный гитарист? Он был очень знаменитый человек и до сих пор жив. Который вот этот самый двухакордный риф, предложил и сделал группу Kings знаменитой. Варианты три ответа у меня всегда. Все фамилии, думаю, на слуху, вы быстро ответьте. Первый вариант это был Джимми Пейдж, который потом создал группу Led Zeppelin. Второй вариант это был Билли Корган, который потом создал Smashing Pumpkins. Ну или третий вариант это был Джек Уайт третий, который потом создал White Stripes. Вот три варианта ответа. Либо это был Джимми Пейдж, либо Билли Корган, либо Джек Уайт. Кто ответит, тот получит приз. А что-то мне подсказывает, что приз, наверное, это пригласительные билеты на Томи Эммануэля на гитаристы. Нет, они выбирают сами, но я думаю, человек, который знает такую историю легендарную, он скорее всего, конечно, выберет Томи Эммануэля. Слушайте, а правда, что Томи Эммануэль человек, который просто входит в пятерку гитаристов сегодняшних в мире? Самых крутых? Да. Ну, пятерка, это, наверное, слишком узкая. Ну, десятка. Обладатель Грэмми. Ну, сотня точек. Он не обладатель Грэмми. Он дважды номинирован. Номинирован, да. Мне из Москвы люди писали. У нас есть, кстати, звонок. Подождите, подождите. Сейчас про другого гитариста. Елена. Елена. Вот у вас три варианта ответа. Кто это был? Повторите, пожалуйста. Первый вариант. Джимми Пейдж. Совершенно верно. Бинго, вы угадали. Это был Джимми Пейдж. Елена, а вы вот так... И как ни странно, до сих пор все участники событий живы, и никто эту легенду не оправдал. Елена, а вы вот так пальцем в небо или действительно знаток? Да, абсолютно пальцем в небо. Пальцем в небо. Лед Зепплин. Правильно все. Потому что Билли Корган и Джек Уайт родились гораздо позже этого события. Они просто не могли этого сделать. Елена, вы слышали, что мы сегодня разыгрываем? Или повторить? К сожалению, нет. Будьте только повторить. Ну, давайте быстро. Так. Томми Эммануэли. Один из самых известных гитаристов мира. Концерт в нашей филармонии 5 апреля. Драмтеатр. Свободная пара или ханума? Дальше, Николай, продолжайте. Театр на Спасской. Пока мы еще не знаем, какие приглашения на какой-то спектакль во втором части объявят. Киномакс. Пригласительный билет на две персоны на любой. Фильм и сеанс на любой совершенно. И три книги. Катя Пиццик. Город не принимает. Сэм Кин. Дуэль некрохирургов. Закар Прилепин. Нейра. СЛ. Некрохирургов. 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 Закар Прилепин. Лимонков. В войну. Вот три эти книги еще у нас есть на выставке приглашения. Владимир. На выставке в Горею Прогресса, либо в музее имени Васнецовых. Что хотите? На Спасскую, пожалуйста. Театр на Спасской. Так, значит, тогда... Хорошо. Вы, пожалуйста, сейчас пообщайтесь с нашим редактором. Лона, чуть позже мы вам перезвоним. Потому что, да, пока мы не в курсе, что мы будем разыгрывать, мы обязательно разыграем. С меня вопрос, да? Конечно. Волчок показывает. Давайте. Не слишком замысловато. Я же привык как-то смотреть накануне Культпохода, кто сегодня родился. Сегодня 24 марта, напомню, пятница. Кстати, очень много известных личностей сегодня появилось на свет. Актеры, музыканты, певцы и так далее. Ну вот глаз мой, взгляд мой остановился на такой персоне, как Андрей Ильич Мерзликин. Мерзликин, Андрей. Актер. 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 Очень популярный. Очень востребованный. Иногда даже кажется, что вот он прям как... В каждой картине какая-то затычка вот такая. Ну очень востребованная. Фильмография просто огромная. Ему сегодня 44 года сегодня ему исполнилось. А я вас хочу попросить назвать. Фильм 2005 года. И в этом фильме Андрей Мерзликин исполнил такую эпизодическую небольшую роль. Она там даже без имени. Это роль охранника Михайловича. Фильм 2005 года. Вот тогда еще восхождение было у Мерзликина. Такой карьерной лестницы. 211-101. Охранник Михайловича. Андрей Мерзликин. Фильм 2005 года. Название фильма, надо сказать. Да, название фильма. Могу режиссера имя назвать. Есть? А, есть. Вот он уже звоночек. Охранник Михайловича. А, собственно, Михайловича сыграл тоже очень известный человек. Алло, мы слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Иван. Иван Андрей Мерзликин. В 2005 году. Я предположу, что фильм «Жмурки». «Жмурки». Ну и режиссер, соответственно, Алексей Балабанов. Да, все верно. Да. Отлично. Что вы хотите получить в качестве приза? Какие у вас книги есть? Катя Пиццик «Город не принимает». «Сэм Кин. Дуэль нейрохирургов». И Прилепин еще есть. Да, «Лимонка в войну». А что посоветуете? Ну, все, в общем-то... На вкус и цвет товарища нет. Все книги великолепные. Я не знаю, я бы взял «Сэма Кина». Я люблю вообще нейрохирургию. Все, что у меня в мозгу происходит, люблю про это читать. Давайте вот эту книжку я заберу. Хорошо. Хорошо. Не кладите трубку, пообщайтесь с нашим редактором. «Дуэль нейрохирургов». «Открывали тайну мозга». Почему там вообще... Подождите, перед тем, как открыть тайный мозг, наверное, открыть нужно сам мозг, нет? Ну, это же дело вполне нормально. Если это не нейрохирурги. «Ладно, мы увлеклись». Буквально минута остается до конца первой части сегодня «Культ похода». Руслан, вам слово. Еще пригласительные слова на вот этот спектакль. Да, друзья, уж коль скоро я сюда пришел со своим событием, но я не хочу вот так вот, знаете, узурпировать и постоянно о нем говорить. Я хотел бы в целом поблагодарить всех организаторов, всех промоутеров, всех продюсеров, все, кто конец марта и начало апреля, это всегда у нас такие погодные условия, которые вызывают легкую депрессию у нас в народе, как-то скрашивают этими прекрасными событиями, выставками, биеннале, премьерами, спектаклями, опереттами разного жанра. Друзья, любите театр в канун Дня театра, хочется сказать, ходите в театр, ступайте в театр, как говорил все тот же Белинский, живите и умрите в нем. Ну, умирать, наверное, уж не надо, конечно, но тем не менее. По крайней мере, не сегодня. Да, с 26 числа мы начинаем вот эти два дня, 26 и 27, это дни театра у нас в России. Приходите на спектакль «История Рудольфа Нуреева. Прыжок в свободу» в 17.00, прикоснитесь к великому. Артисты Санкт-Петербурга в Кирове ждут вас. Спасибо, мы не прощаемся, сейчас у нас будут новости, тематические программы и культпоход продолжится уже после полудня. Культпоход